Всем привет! Как говорится, хроники из ковид госпиталя, как я теперь нашу квартиру называю. Я показываю вам лактоферин и монолаурин. Это биодобавки от эссенса, которые я принимаю с тех пор, как мои больные, двое с подтвержденным диагнозом коронавируса, с положительным, почувствовали себя плохо. И что дальше происходило, у них потом тесты показали положительный диагноз. У меня тест показал отрицательный, но вчера я себя почувствовала крайне плохо. 37,5 у меня была температура для кого-то смешная, но для меня это много. У меня была и тошнота, и рвота, ничего я есть не могла. Но с утра я тоже вчера приняла и монолаурин, и лактоферин, и вечером тоже смогла. И в результате сегодня я чувствую себя гораздо лучше. Ну, конечно, не так хорошо, как до всего этого, но все-таки. Зачем нам нужны вот эти самые лактоферин и монолаурин? Это для того, чтобы поддерживать наш иммунитет и избежать осложнений. Скоро мы заболели. Да, бывает такое, что у больных коронавирусом тест бывает отрицательным. Ну, я не знаю, в конечном итоге есть у меня коронавирус или нет. Не могу, как говорится, с уверенностью утверждать, раз тест у меня показал отрицательный результат. Но что я вам могу с уверенностью подтвердить, это то, что лактоферин и монолаурин мне помогли проболеть вот так вот в активной фазе, скажем так, всего один день. Вместо скольких-то нескольких дней, сколько, ну, обычно люди болеют с этим делом. Вот. И я продолжу принимать эти лекарства. Вы меня спросите, а как же мои, так сказать, больные с подтвержденным диагнозом принимают это или нет? Да, принимают. Поэтому один из больных, которому 93 года, который, точнее, 93 года держится, вот, ну, у него своих куча лекарств в таком возрасте, да, сами знаете. Ну, вот, плюс еще и эти, и поэтому, ну, так, более или менее себя чувствует. И второй больной, это муж, он чувствует себя уже, вчера вот он ходил, и сам, так сказать, контролировал ситуацию. Ну, в общем, тоже более-менее себя чувствует вполне. Вот, так что я вам рекомендую пользоваться вот этими биодобавками. И если вы уже болеете, что на моем примере, вы видите, существенно облегчает течение ситуации, и так вы останетесь с отрицательным результатом вашего теста. И на примере уже больных тоже результаты явно лучше, чем они были бы, если бы не вот эти биодобавки. Еще раз напомню, что биодобавки не являются лекарственными средствами, а могут дополнить лечение, если вам прописано медикаментозное какое-то, а также помогут избежать вот необходимости прибегнуть к медикаментозному лечению, как в моем случае. Да, для того, чтобы сбить температуру, один раз я приняла вчера парацетамол. Это было, хотя до 38 температуру не сбивает, верно? Ну, такой я человек, что у меня очень высокая температура бывает очень редко. И еще раз повторюсь, что 37,5 для меня это уже много. Потому что из самого детства я привыкла, что медицинские работники, когда мерят у меня температуру, видят на ней показатели 35,5, а то бывает и меньше. Они думают, что градусник сломался. Но нет, градусник не сломался. И давление 90 на 60, тоже думают, что с аппаратом не то. Или 85 на 55, думают, что с аппаратом что-то не то. Нет, с аппаратом все то. И тут у меня такой организм. Всем спасибо за внимание. Будьте здоровы. Я оставлю ссылочку под видео. Ссылку сразу на регистрацию. Для того, чтобы вы имели возможность видеть партнерские цены. Вы можете не быть дистрибьютором, скажете, а для чего мне надо регистрацию, я что торговать собираюсь. Ничего к вас, ни к чему это не обязывает. Просто сразу цены у вас будут партнерские. Они ниже на 20%, чем клиентские. А там ходите, торгуйте, если вам нравится. Не на здоровье. Дистрибьютором будьте, если хотите, тоже видео будете снимать. Нет, так нет. Просто будете покупать хорошее премиум качество вещи. И уже, соответственно, с ценами гораздо ниже. Еще иметь возможность получить кэшбэк и комиссию. Разве плохо? По-моему, вполне. Видите, я сегодня почувствовала себя лучше. Решила сразу, так сказать, поделиться успехами своими. Вот. И чего и вам желаю. Желаю не болеть. А если заболели, как можно быстрее выздороветь. И, если что, для профилактики принимайте, чтобы впоследствии не иметь каких-то проблем. Сейчас коронавирусом пошло, вот эти новые волны. Приехали же туристы, да, с разных стран. Привезли свои вирусы. Здесь подцепили здешние. В общем, вирусы друг с другом опять обменялись. И пошли больные. Ну, здесь сейчас как интересно проводится, как вот эта вот вся ситуация. Смотрите. Три дня больничные, если вот вы работаете, на работу. А если температура? Ну, ничего, говорят. Выпейте парацетамольчика. Вот. То есть, на такой большой карантин, как раньше, здесь уже сейчас не сажают. Вот. Я представляю, если с температурой идти на работу, я вообще передвигаться не могу. Это ужас. Вот. Ну, видно, они тоже там смотрят по состоянию человека. Если что, я так думаю. Потому что, представьте, пришел человек на работу, и как я с такой реакцией на температуру. И давай его там тошнить на всех подряд. А ну, людям надо такого работника. Представьте. Вот. Ну, так что берегите себя. Будьте здоровы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok